О! Сделано в Редбарн. Привет, дорогой слушатель, с тобой Никита Жуков. Я врач и буду снова рассказывать что-то по-медицински. Спонсор этого сезона – La Roche-Posay. Бренд дерматологических средств ухода за кожей. Вспышки забытых болезней. Почему они возвращаются? Что общего у кори, коклюша, дифтерии, полиомиелита, оспы и холеры? Правильно, все эти инфекционные заболевания – вакцинно-управляемые. А значит, человечество должно было избавиться от них с появлением вакцин раз и навсегда. Но что-то, как всегда, пошло не так. И вот в новостных заголовках все чаще мелькают тревожные новости о вспышках кори и прочих давно забытых инфекций. Почему так происходит и как мы можем это исправить – рассказываем в новом выпуске подкаста. Всем, кто дослушает до конца, плюс тысяча очков к иммунитету. Итак, давайте говорить как петербуржцы. В смысле, как эпидемиологи. На языке эпидемиологов, тех ребят, что изучают причины возникновения и распространения болезней, вспышкой называют внезапный рост заболеваемости, не характерный для данной местности или сезона. Разберем на примере кори. Корь – это очень заразное заболевание, которое вызывает вирус. Она легко распространяется при кашле, чихании или дыхании инфицированного человека. При контакте с вирусом ей заражаются около 90% восприимчивых, читай, невакцинированных – людей. Один инфицированный потенциально способен заразить до 18 человек в окружении, а это очень много. Корью может заболеть кто угодно, но чаще всего страдают дети. Корь опасна тем, что может приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию – воспаление легких, энцефалит – воспаление головного мозга и даже смерть. До того, как в мире была внедрена масштабная программа вакцинации, крупные эпидемии происходили примерно каждые 2-3 года и по оценкам уносили жизни 2,6 миллионов человек ежегодно. Только вдумайтесь в эти цифры. Как обстояли дела с Корью в России? В Советском Союзе обязательная вакцинация против кори была введена в 1967 году, что привело к значительному снижению заболеваемости. В постсоветском периоде уровень вакцинации снизился, и в 90-е мы увидели закономерное появление вспышек кори, особенно среди детей. В начале 2000-х организаторы здравоохранения подсуетились, и в 2006 году провели масштабную кампанию по вакцинации детей. И снова нам удалось существенно снизить заболеваемость и смертность. Благодаря высокому охвату вакцинации до 2010-х болезнь была подконтролена. Но позже, к сожалению, движение антиваксеров, антиперевивочников продолжило набирать обороты. И вот мы снова почти на стартовой позиции. Первые тревожные звоночки появились в 2018-19 годах, когда вспышки кори были зарегистрированы в крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Охват вакцинации в России продолжал снижаться, и уже в 2023 году заболеваемость корию среди россиян выросла в рекордные 288 раз. А по последним оценкам ВОЗ, Россия вошла в топ-3 европейских стран по распространенности болезни. И это при том, что у нас есть безопасная и эффективная вакцина. Выходит, мы, похоже, сильно облажались. Но где же? Это рубрика «Здоровая кожа», созданная совместно с брендом дерматологических средств для рожь-позе. В ней мы рассказываем об уходе за кожей и почему это важно. В числе прочих последствий для организма вирусные инфекции могут нарушать баланс микробиома и вызывать обострение атопического дерматита. Это происходит из-за роста количества стафилококков на поверхности кожи. Чем больше вредных бактерий, тем вольготнее чувствует себя инфекция. Чтобы быстро облегчить проявление атопии, успокоить и смягчить кожу и вернуть ей комфорт, дерматологическая лаборатория «Ля Рожь-Позе» разработала гамму средств «Липикар». Бальзам АП плюс М, синдет для душа, смягчающее масло для душа и ванны. Они подходят для сухой, чувствительной и склонной к атопии кожи детей и взрослых. В частности, липидовосстанавливающий бальзам «Липикар» АП плюс М можно использовать с первых дней жизни. Он гипоаллергенный, не содержит парабенов и парфюмерных отдушек. В состав средств входит масло «Крите», ниацинамид и уникальный комплекс ингредиентов для баланса микробиома «Микроризил» вместе с термальной водой «Ля Рожь-Позе». Они обеспечивают бальзаму тройное действие. После нанесения на кожу он быстро успокаивает ее, снимает раздражение и чувство стянутости. А еще помогает микробиому восстановить свои естественные защитные функции. «Ля Рожь-Позе» – бренд дерматологических средств ухода за кожей. Марка уделяет большое внимание инновационным компонентам формул, разрабатывая эффективные решения для различных кожных проблем. Все продукты бренда тестируются под дерматологическим контролем и обладают доказанной эффективностью. Переходите по ссылке в описании и доверьте свою кожу «Ля Рожь-Позе». Почему забытые болезни возвращаются? Одна из главных причин вспышек по-прежнему остается низкий охват вакцинацией. Так, для создания коллективного иммунитета от той же кори нужно вакцинировать 95% населения двумя дозами вакцины. К сожалению, мы до этой цифры пока не дотягиваем. По данным ВОЗ, глобальный показатель охвата первой дозой составил лишь 83%. И этого недостаточно. В более бедных странах показатели вакцинации еще ниже – 66%. А если учесть тот факт, что после снятия ковидных ограничений люди стали больше путешествовать по миру и мигрировать, – получите новые вспышки заболевания. Несмотря на то, что прививка от кори входит в национальный календарь, некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей из-за антипрививочных настроений. То есть мифов и легенд, которые усугубились во времена пандемии. И это крайне грустно. Бороться с этими настроениями мы можем, только неся докмед, популяризацию науки и здравый смысл в массы. Так что делитесь этим подкастом на всех площадках, и пусть защищенных от кори детей и взрослых становится больше. Как ни крути, вакцинация – величайшее достижение человечества. Массовая программа иммунопрофилактики в свое время помогла нам победить ОСПУ, практически ликвидировать полиомиелит и спасти разовощеких младенчиков от других опасных для жизни инфекций с первых дней жизни. За 200 с лишним лет наш мир прошел огромный путь. От вполне ощутимой угрозы вымирания от детских инфекций до победы над рядом болезней и возможности профилактики некоторых видов рака. Да-да, вакцины и это могут. В нашем арсенале сегодня есть более 100 вакцин от 40 заболеваний. Так давайте же ими пользоваться, дорогие, а не отказываться и не откатываться в средневековье. А с вами был Никита Жуков. До новых медицинских встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова